Еще раз добрейшего утра, наши дорогие и горячие любимые. Сегодня мы хотели бы подвести итоги Олимпиады. Да, казалось бы, Олимпиада закончилась уже довольно давно, но тем не менее, как говорится, цыплят-то по осени, считаю. Да, осень пришла, мы можем обсуждать Олимпиаду. И сегодня у нас в гостях генеральный секретарь Олимпийского комитета Молдовы Кристина Васильянова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, который я хочу задать, это для того, чтобы наши телезрители понимали, чем в принципе занимается Олимпийский комитет. Вот в плане подготовки к Олимпиаде, какие задачи у Олимпийского комитета? Это чуть-чуть более обширная тема, если сказать в двух словах, то есть разного типа Олимпийский комитет. Кто-то берет на себя полностью подготовку и участие, кто-то больше сосредотачивается на непосредственно участии. Это самая первая, не самая первая, а одна из миссий Олимпийского комитета, это представлять Олимпийскую сборную на Олимпийских играх. Когда мы говорим представлять, мы имеем в виду всю логистику, все-все-все организационные моменты, которых очень много во время Олимпийских игр. То есть как минимум передвижение спортсменов. Абсолютно все, все, что вам приходит в голову. Все организационные моменты. Абсолютно все организационные. Надо понимать, что Олимпийские игры на самом деле это самый грандиозный спектакль всех времен и народов. Надо понимать, что Олимпийские игры собирают в одном месте огромное количество людей. И надо понимать, что помимо самых именитых спортсменов в этой точке земли собираются принцы, короли, все телевидения. Соответственно, с точки зрения организации это очень-очень и очень сложно. И по сути организация начинается, наверное, задолго до, если не за 4, то за 3 года уже начинается потихонечку, шаг за шагом. Но, скажем так, организационные работы как в Олимпийском комитете, так и в Международном Олимпийском комитете и в организационном. Вот, кстати, вопрос. А Международный Олимпийский комитет присылает какие-то технические регламенты? Я уверен, там такое количество макулатуры? Я вам хочу сказать, что мы сейчас сталкиваемся уже с другим процессом. Так много информации, так много сайтов, так много систем, так много всего, что этот балл информации порой сложно проанализировать. И для этого надо иметь за плечами, конечно же, опыт. Для меня это 7-е Олимпийские игры в качестве главы делегации. Как правило, люди задаются вопросом, а сколько же лет и зимние, и летние. Да, у меня за плечами опыт трех Олимпийских игр, зимних и четырехлетних Олимпийских игр. С ума сойти. Но я уверен, там технические требования, регламенты, это же все вы, наверное, практически на зубок знаете. Насколько это все сложно? Я вам хочу сказать, что моя самая первая миссия на юношеских Олимпийских играх, наверное, была и в моем исполнении самой дисциплинированной. Потому что, когда ты впервые, ты себя пересраховываешь на каждом шагу. Этот опыт, с одной стороны, говорит, что можно расслабиться, потому что уже столько игр. Но каждый раз возникают новые ракурсы, новые шаблоны, новые правила. И поэтому надо всегда быть на чеку, конечно же. Я вот даже по любым мероприятиям замечал, как только ты расслабляешься и полагаешься исключительно на свой опыт, сверху сразу хлоп, и что-то идет не так. Это прямо как правило. Вы как представитель Национального Олимпийского комитета присутствовали ли непосредственно на церемонии открытия, на церемонии закрытия и так далее? Надо сказать, что я комбинировала несколько ролей во время Олимпийских игр, потому что я являюсь и генеральным секретарем, да, и главой делегации. Первостепенно это все, что касается делегации, и времени очень мало на какую-то программу, кроме как основную работу, естественно. Как правило, первую ночь ты спишь 4 часа, 2-3, потому что вал работы организационной, достаточно состыковать абсолютно все детали этого сложного пазла не так легко. То есть, как правило, главы делегации приезжают задолго до самой делегации, и уже на месте начинают открывать двери, как мы это говорим. То есть мы те, кто открывает двери нашим сборным во время Олимпийских игр, и те, кто закрывает за ними дверь и уже последним уезжает домой. Я, собственно, почему это просели своими глазами? Видели само открытие? Я на открытии была, на закрытии нет, в силу того, что у меня, опять же, не было возможности. На открытии я была со спортсменами, то есть я была на катере, который... Ага, в бассейне. Да, в бассейне. Надо признать, что в конечном итоге мы не дошли до самых финальных сцен, потому что был дождь, мы слегка промокли, и в первую очередь на церемонии открытия ты думаешь на шаг-два вперед, а что же завтра, а что же послезавтра. Поэтому цель и задача – это, в конце концов, спортсменов увести и дать им возможность непосредственно уже готовиться к своим стартам. Так, и все-таки, как вам открытие? Великолепно, но я его не видела. Было очень много мнений относительно открытия. Скандалов даже практически. Некоторые вещи из того, что я видел в плане открытия, были суперкрасивыми. Лара Фабиан, например, некоторые выступления артистов. От некоторых у меня мурашки на спине бежали. Поэтому было интересно услышать мнение первоисточника. Верите или нет, опять же, но самой церемонии я не видела. И объем работы, который до сих пор достаточно большой, не позволил мне просто сесть и насладиться хотя бы в записи. Опять же, приоткрываю за кулиси. Спортсмены, как правило, не видят церемонии, потому что… Они участники этой церемонии. Они участники этой церемонии. Я слышала всяко-разные мнения. Я могу сказать, опять же, с точки зрения главы делегации, я могу рассказать об каких-то организационных моментах. Однозначно, эти Олимпийские игры останутся в истории. В истории, потому что у нас было два выпуска игр в период пандемии. Были пустые трибуны. Сейчас были аншлаги на трибунах. Я всегда испытываю проблему перевести это слово с точки зрения sustainability. То есть баланса этих Олимпийских игр уже не будет тех… Помните наследие Олимпийских игр, стадионы, которые уже приходят на игру? Которые не использовали. То есть так, как они организовали эти Олимпийские игры, так, как они скомбинировали самые памятные, самые исторические места непосредственно со самими соревнованиями. Ведь каждые соревнования проходили в каком-то историческом месте. Это, конечно, фееричные игры. Уже, скажем так, что касается церемоний, учитывая, что я ее, опять же, к великому своему стыду, либо я ее не видела, мы уже оставим это за… Ну, надо будет все-таки пересмотреть. Так, теперь к нашим спортсменам. Да, хочется о спортсменах поговорить, как они себя чувствовали. Потому что тоже было огромное количество таких скандалов. Пловцы жаловались на воду, как минимум. По-моему, кто-то еще говорил, что немножко условия проживания были достаточно такие. Картонные кровати. Картонные кровати. Нет, 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 нет. Все было на самом деле по-другому. Нет, опять же, во-первых, вы должны понимать, что на момент, когда открываются двери для спортсменов, все равно первые дня, два, три недели, все это потихонечку адаптируется. Опять же, на мой взгляд, одна из самых успешных олимпиад до Парижа, сейчас я буду взвешивать, это Лондон. Но в Лондоне, чтобы вы имели понятие, на момент, когда я заехала в деревню, в каких-то комнатах не было дверей. В Рио-де-Жанейро протекал потолок. Это те задачи и цели, которые решает глава делегации во время первых дней пребывания. Потому что, ну, хотелось бы, конечно, сдавать олимпийскую деревню в идеальном состоянии, но такого не бывает. Такого не бывает. Поэтому любые жалобы на то, что касается проживания, надо понимать, что если и были какие-то проблемы, то только на начальном этапе. Кровати, на самом деле, это то, что опять вкладывается в концепцию... В общую концепцию самих игр. Да, потому что впервые они были протестированы в Токио на олимпийских играх, они там выдержались. Вы помните сцены в Токио, когда спортсмены, как сумасшедшие, прыгают по этой кровати. Она не ломается, не ломается. И, в конце концов, это видео стало самым вирусным. То есть это та же концепция. И сама спала, по-моему, и могу с полной, скажем так, ответственностью заявить, что кровати... На самом деле, и проживание... Как по мне, это шикарная идея. Мне очень понравилось. Конечно, конечно, потому что в конечном итоге мы же все, и в том числе Международный Олимпийский комитет, и все мы вместе пытаемся думать о том, как можно меньше после себя оставить, я не знаю, каких-то ненужных вещей, каких-то ненужных стадионов, каких-то, то есть... Оптимизировать... Оптимизировать... Да, вот, да. Не так давно в Международном Олимпийском комитете была создана комиссия по оптимизации. Я бы сказала, что в данном конкретном случае с этими играми комиссия справилась на 300%. То есть это были, на самом деле, очень оптимизированные игры. При этом они сохранили колорит, они сохранили и привнесли, я так думаю, в будущее огромную лепту. Вопрос такой. У каждого спортсмена свой режим питания. Потому что я понимаю, что питание, например, я не знаю, девочек-плохчих очень сильно отличается от тех, кто занимается тяжелой атлетикой. Как в рамках вот такого масштабного мероприятия спортсмены решают эти вопросы? Ну, в первую очередь, Олимпийская столовая, так мы ее называем, это концепция многонациональная. Там обязательно есть еда, которая традиционна для всех, скажем так, жителей этой планеты. Соответственно, там есть халал, там есть европейская кухня, есть азиатская кухня. Абсолютно всякое разное. Но несмотря на это разнообразие, может быть, вы удивитесь, но спортсмены в большинстве своем едят мясо и пасту, макароны. Не сомневался в этом. Потому что это углеводороды, это силы. Да, поэтому как строится работа главы делегации, сначала каждый день, потом раз в два дня. Мы встречаемся рано утром, все главы делегации, 200 стран, плюс Оргкомитет, плюс Международный Олимпийский комитет. И уже оглашаются эти проблемы вслух для того, чтобы конкретно по ходу быстро решать. И, как правило, когда речь идет о питании, никогда не хватает мяса. Да, поначалу были, конечно же, проблемы, но эти проблемы, они свойственны такого рода масштаба, такого масштаба соревнований. И опять же, такого рода проблемы сопровождают любые игры. Первый, опять же, какой-то транспорт сначала плохо ездит, в домах, может быть, не все так, как хочется. Но для того и есть наша роль, для того, чтобы все быстренько по ходу все регулировать и встретить спортсменов уже в самых благоприятных условиях, для того, чтобы они могли четко сконцентрироваться. Вот он тренировочный зал, вот она Олимпийская столовая, вот он зал выступлений, потому что, да, надо понимать, что психологический стресс, который испытывают спортсмены, он просто, ну... Несколько слов хочется успеть сказать и о наших медалистах, которые... Наши медалисты. Я, вы знаете, мы когда в преддверии Олимпийских игр, я думала, господи, ну, господи, одна, ну, две, это было бы просто феноменально. Дело в том, что в течение 30 лет Молдова завоевала 6 медалей, в течение одной Олимпиады Молдова завоевала 4 медали. Это тот успех, который будет, ой, как нелегко... Повторить. Повторить, да. 4 медали – это феноменальное значение для нашей страны. У нас серебряная медаль в борьбе, да, Анастасия и Никиты. У нас бронзовый, две бронзовые медали в ЗДО, и, честно говоря, медаль Дениса, он, скажем так, лидирующий спортсмен своей в видовой категории. Мы ее ждали, мы ее вымаливали, скажем так, а дел – это просто что-то феноменальное. Я помню тот момент, когда судьи начали решать, и я не поверила, если честно, когда в конце концов победу присудили ему, победа Сергея, бронзовая медаль Сергея Тарновского. Опять же, зная всю предысторию, зная уровень конкуренции, зная все, через что прошли эти ребята, я говорю сейчас абсолютно про всех, конечно, каждая медаль – это просто эйфория, скажу вам честно, это слезы бесконтрольные, потому что ты понимаешь, что на твоих глазах вот-вот-вот она рождается, эта история, которая дальше будет открывать двери в спортивные залы, которая дальше будет, скажем так, нашу страну позиционировать уже на более высоком уровне, на более высоком спортивном. Мы получали поздравления абсолютно от всех, от иностранных коллег, от Международного Олимпийского комитета, потому что, опять же, цифры 4 для нас, каждый спортсмен – это чудо, я бы сказала. На самом деле, вы сейчас проговорили очень правильную вещь, потому что вот многие, как, знаете, есть такая категория людей – диванные критики. Когда себе, так подумаешь, бронзу завоевал, не золото же. Надо понимать, какой объем работы лежит под этим, для того, чтобы понимать, насколько на самом деле это значимо. Я бы хотела, на самом деле, я сейчас озвучила наших медалистов, но я бы хотела сказать огромное спасибо абсолютно всем спортсменам. Марьяна Руба 4 место в тяжелой атлетике – это тоже результат. Абсолютно. И то, что он был вот… Но в дальнейшем, скажем так, эта ситуация рассматривается. Каждый спортсмен. Потому что, слава богу, сейчас уже чуть-чуть меняется отношение людей, но квалифицироваться на Олимпийские игры – это уже победа. Я помню, мои первые Олимпийские игры зимние, кто-то из журналистов позволил себе по поводу молдавского спортсмена какую-то шутку неуместную в данной ситуации. И в тот же день я прочитала статью австралийских журналистов, у них спортсмен отобрался, не так уж хорошо выступил, но они говорили, боже, он же квалифицировался, мы же видели свою страну в участниках, это достойно гордости, это достойно… Так вот, квалификация каждого из 26… Давайте мы… Настольный теннис впервые в жизни квалифицировался, вернее, впервые в истории Молдовы настольный теннис… Но не так развит у нас, в принципе, исторически. Не, то, что не так развит, туда квалифицироваться, попасть архи сложно. Конный вид спорта… Так же. Ну, на самом деле, справедливости ради, мы замечаем, что это имеет отношение только к Олимпиаде. У нас, в принципе, в стране как будто не очень распространено поддерживать своих во всяких международных конкурсах. Будь это спортивные соревнования, будь это музыкальные соревнования. Нет, я вам скажу, что в этот раз, опять же, мы почувствовали такой океан тепла. И это круто. И это меняется. Конечно. Это меняется. В этот раз мы почувствовали гораздо большую поддержку. И когда я, будучи в Париже, увидела, как встречают наших дзюдоистов, которые первые проехали, опять же, слезы на глазах. Я думала, боже, я же… Опять же, семь олимпийских игр, несколько европейских. То есть, я впервые, я не поверила своим глазам, я думала, неужели чудо свершилось? Наконец-то, в полной мере, оценили то, что делают спортсмены на английских игр. О, сейчас немножко мурашечки прибежали. Да, есть такое есть. Вам большое спасибо за визит. Вам спасибо. Вам спасибо. Во-первых, хочется пожелать как можно больше медалистов. Но это пожелание не только вам, но и нам в том числе. В всей нашей стране, конечно, в разных отраслях. Да. Во-вторых, хорошего финансирования, потому что так получается, от этого тоже очень многое зависит. Ну и, конечно, воли к победе как можно больше. А вот тем, кто шутит, хочется сказать, подойдите к борцам, к медалистам. Пошутите лицом к лицу. Я думаю, что каждый спортсмен с честью и достоинством. Спасибо вам огромное за приглашение. Мне было очень приятно, потому что просто говорить об Олимпийских игр, не привлекая в эту беседу долю политики чего-то, на самом деле, одушно для моей души, потому что каждый раз объясняю, что такое Олимпийские игры глазами организатора на национальном уровне. Я чуть-чуть вижу, что у людей меняется осознание и отношение. Очень важно понимать, как это работает изнутри, потому что тогда и оценка тоже происходящего меняется. Потому что совсем другое дело просто смотреть по телевизору и говорить, а вот-вот посмотрите и так далее. Это совсем другое. И на самом деле, самое время, наверное, немножко выдохнуть после этих игр и пожелать вам успешной подготовки уже к следующим. Спасибо, потому что подготовка к следующим играм начинается, как только заканчиваются предыдущие. Ну, желаю вам удачи. Спасибо. И наши сборные тоже. Спасибо. И продолжаем наше утро. Редактор субтитров А.Семкин